Чудная ночь Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себе, неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам, Господь, чаще на душу. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всяких праве спросить, кто ж эти все, потому что вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомство? Мне и без того знаком весь Петербург. Вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной, ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте, в известный час, целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю, я коротко их знаю, я почти изучил их физиономию и любуюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит, здравствуйте, как ваше здоровье, и я, слава богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж. Или, как ваше здоровье, а меня завтра в починку. Или я чуть не сгорел, и при том испугался, и так далее. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели. Один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтобы не залечили как-нибудь. Сохрани его, Господь. Но никогда не забуду истории с одним прихорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик. Так приветливо смотрел на меня, так груделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице и, как посмотрел на приятеля, слышу жалобный крик. А меня красят в желтую краску. Злодеи, варвары, они не пощадили ничего, ни колон, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канавейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю. Я еще до сих пор не в силах повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет небесной империи. И так вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом.